Приветствую всех на моем канале Товар из Китая. Меня зовут Вячеслав. И сегодня у нас будет полный обзор этого бюджетного смартфона Oppo A38. Уже около недели я пользуюсь этим смартфоном и хочу вам сегодня рассказать о его плюсах и минусах. Но скажу сразу, учитывая его стоимость, как рабочая лошадка, смело можно его покупать. Тем более, что сейчас началась черная пятница, все ссылки на этот аппарат будут в описании под видео. А мы приступаем к полному детальному обзору. Вначале пробежимся по комплектации. В белой коробке картонной приходит аппарат. В комплекте идет 33-х ваттный мощный зарядный блок. Дальше кабель USB Type-C хорошего качества. Сам смартфон, иголка для извлечения тройного полноценного лотка. Ну и в двух экземплярах юзер мануал. Как видите, комплектного чехла нет. По внешнему виду смартфон полностью выполнен из пластика, такого матового, не собирает отпечатки пальцев. Двойной модуль камеры у нас слегка выступает из корпуса. Грани такие плоские, по углам закругленные. Вес смартфона 190 грамм, ну а толщина 8,2 мм. С правой стороны у нас кнопка включения, она же сканер отпечатка пальцев, качеля громкости. Сверху нет ничего. С этой стороны у нас тройной полноценный слот. Можно расширить память и две наносим-карты одновременно поставить. Снизу перфорация под внешний мультимедийный динамик, порт Type-C, микрофон и 3,5 мм аудио разъем. Сверху каплевидный вырез под камеру. Камера здесь тоже бюджетная, на 5 мегапикселей. Слуховой динамик с завода на стекло наклеена пленка. Это что касается внешнего вида. Я уже зарегистрировал сканер отпечатка, который тоже работает корректно, только бы не промахнуться. Немножко задумчиво, но бюджетник все-таки. А так работает безошибочно. С этим у нас не будет никаких проблем. Диагональ экрана в смартфоне 6,56 дюйма. Как видите, такая яркая, достаточно яркая IPS матрица. Частота обновления у нас 90 Гц. Пиковая яркость 720 нит. Разрешение экрана здесь HD+. Бюджетник все-таки. Соотношение сторон 20 к 9 и 270 ppi плотность пикселей. Как для бюджетника, думаю, экран здесь поставили нормальный. Это яркость экрана при дневном свете. Включена автояркость. Как видите, все читаемо, все видно. С яркостью здесь полный порядок. Давайте теперь послушаем звук мультимедийного динамика. Я увеличу громкость на полную. Да, динамик здесь только один. Но достаточно громкий. Я думаю, как для бюджетника, здесь звук неплохой. По работе системы я не увидел никаких подтормаживаний, глюков или зависаний в процессе работы. 4 ГБ оперативной памяти вполне нормально для бюджетника. Рабочий NFC, шторка задач, все необходимое здесь есть на борту. Все установленные приложения. Система работает достаточно плавно. Здесь на автомате частота обновления. И, как видите, ничего не зависает. Можно поменять обои, значки, виджеты. Можно переходы между экранами поменять. Это все здесь работает корректно. Смартфон работает на последнем, 13-м андроиде. Оболочка ColorOS 13.1. По работе системы здесь полный порядок. Ну, а что со связью? 4G сеть ловит отлично. Связь не пропадает, не отваливается. Со связью здесь полный порядок. Что касается записи разговора, то, как видите, здесь она есть. Я сделал тестовый звонок. Снимаю трубку. Видите, запись разговора присутствует. Третьей, седьмой и двадцатой бенды в смартфоне присутствует. За работу смартфона отвечает восьмиядерный процессор от Mediatek Helio G85. Восемьядер, 12-нанометровый техпроцесс. Графический видеоускоритель Mali G52MC2. Дальше, HD+, разрешение экрана, либо 60, либо 90 Гц, можем выбирать частоту обновления. 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ накопителя. Тип памяти EMMC 5.1. Да, здесь поставили устаревшую память. Сэкономили на бюджетнике. Bluetooth 5.3, GPS, NFC, все поддерживается. Oppo CPH2579 позиционирует его. Android 13. Ну и патч безопасности сентябрь 2023 года. Кстати, на него уже прилетало одно обновление. Батарея здесь честная на 5000 мАч на сутки, а то и полторы суток вам смело будет хватать этого смартфона. Да, как рабочая лошадка, это хороший вариант. В тесте Antutu наш герой набирает скромных 277 тысяч баллов. Для процессора Helio G85 это в принципе неплохой результат. Тест мультитач 10 касаний. Что касается троттлинга и нагрева, то вот троттлинг-тест перед вами. 100 потоков 30 минут. После 10 минут теста смартфон сбрасывает частоту. Средний показатель 144 гипса. Нагрев небольшой, всего 38 градусов в области камеры. Что считаю тоже хорошим результатом. Модуль Wi-Fi здесь тоже поставили хороший. Как видите, скорость читывания, скорость записи. С этим все в порядке. А вот GPS-тест. Скриншоты GPS-теста. Можете посмотреть. Как GPS-навигатор, его тоже можно использовать. Все датчики в смартфоне тоже работают вполне корректно. Акселерометр. Дальше датчик освещения. Работает нормально. Датчик приближения. Работает безошибочно. Есть гироскоп, магнитный датчик, фонарик, который тоже светит достаточно ярко. Это что касается наших датчиков. Ну и пару слов хотелось сказать, как игры идут на этом бюджетнике. Я скачал легкую такую игру Subway. Ну и посмотрите, как идет игра. На этом аппарате можно играть без всякого напряга. Как это видно. На досуге можно и поиграть. Ну вот как-то так, друзья. Ну и пару слов хочется сказать о камере этого аппарата. Основная камера у нас на 50 мегапикселей с апертурой f1.8. Максимальное разрешение съемки видео 1080-30 кадров. Фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей. Видео снимает тоже Full HD 30 кадров. Видео. Ночная съемка. Фото. Можно до 5-кратного цифрового зума. Портретный режим. И режим еще ускоренная съемка Pro, панорама и стикер. Давайте посмотрим, как снимает этот смартфон на тестовых фото и видео. Тестирую камеру на Oppo A38. Съемка ведется Full HD 30 кадров в секунду. Перехожу в 2-кратный зум. Во время съемки прямо переходят в 2-кратный зум. И в 5-кратный зум перехожу. Вот так снимает видео. Конечно, ни о какой стабилизации здесь не может быть и речи. В исходное положение. Съемка видео Full HD 30 кадров в секунду. Давайте проверим автофокус. Автофокус работает достаточно быстро. Автофокус. Все быстро и без проблем. Ну, это тест фронтальной камеры Oppo A38. Я иду. Оцените качество звука, качество картинки. Full HD 30 кадров в секунду. Конечно, никакой стабилизации здесь нет. Всем привет и хорошего дня. Ну что ж, друзья, пора подвести итог. Учитывая соотношение цена-качество, смартфон вполне пойдет для несложных задач. Как рабочая лошадка, как второй смартфон, его смело можно использовать. Достаточно памяти 128 гигабайт, хороший IPS-экран, 90 герц, достаточно громкий звук, есть NFC, ну и цена. Чуть больше 10 тысяч рублей или чуть больше 5 тысяч гривен. Покупать вам этот смартфон или нет, решайте сами. У меня на этом обзор все. С вами был Вячеслав. До новых встреч.